С Петровских времен до 21 века. Сотрудники органов следствия Российской Федерации празднуют 25 июля 305 годовщину образования ведомства. История управления богатая, от следственных канцелярий до современной самостоятельной структуры. Название и принадлежность Следственного комитета менялись не раз, но работа его сотрудников кропотливая и ответственная была, есть и будет. Назвать это призвание, скорее всего, быть следователем профессии, потому что приходится в плане работы и в свое личное время большое количество тратить на работу. Оно того стоит. Это выбирает другие профессии, кто-то приходит думать, что кого-то что-то не устраивает и ходит. В основном следователь это, наверное, призвание. Люди, не связанные с этой сферой деятельности, работу следователя представляют себе, как в сериалах, с погонями и перестрелками. На самом деле сотрудники комитета работают не мускулами, а головой. Каждое дело требует кропотливого изучения, полной самоотдачи и, конечно, знаний. Постоянно развиваешься. Необходимо много знать закон, как и уголовный закон, так и административный. Вообще контакты с людьми, потому что люди по уголовным делам бывают разные. От должностных лиц до лиц, которые ведут антиобщественный образ жизни со всеми надо. Необходимо уметь наладить контакт, какие-то отношения, чтобы получить ту информацию, которая вляжет в доказательную базу по делу. Постоянно развиваются не только следователи, но и сам комитет. Это неизбежно, ведь преступники постоянно совершенствуются. Форы им давать нельзя, потому на вооружении современных следователей передовые технологии. Поиски улик значительно упрощают работу. Следственный комитет, как часть общества, не может не следовать общим тенденциям. У нас действительно в настоящее время все больше и больше имеет значение работа сотрудников, в том числе отдела криминалистики, связанная с высокоточным, высокотехнологичным оборудованием. Это работа, которая раньше была невозможна. В настоящее время есть и различные приборы, которые можно уже применять не только в центральном аппарате в Москве, в различных институтах, но и на месте. То есть наш отдел сейчас оснащен рядом переносных портативных аппаратов, которые позволяют решать достаточно сложные задачи уже во время осмотра места происшествия, либо непосредственно после прибытия с изъятыми объектами в следственное управление, в следственные отделы. Всегда двигаться вперед, но не забывать о корнях. В подарок 305-летию в стенах Ивановского управления Следственного комитета открыли музей. На стендах различные эпохи, всего более ста лет работы следователей. Полезно побывать здесь как опытным сотрудникам, так и молодым. Ведь чтобы уверенно ступать в будущее, важно не забывать о прошлом и чтить традиции. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.